Всем привет, меня зовут Оля Ермилова. Сегодня хочу дать вам, в общем-то, продолжение упражнения, которое я давала. Помните, где вы фиксировали свои мысли? Сколько вы думаете о негативе, сколько о позитиве? Я могу вам сказать, что те цифры, которые вы написали, на самом деле обманули, потому что большинство из тех мыслей, которые были у вас в течение одного дня, вы просто не придавали им значения. Вы просто думали, что там, о боже, опять этот светофор, еще снова пробки, ой, этой тете ничего-то не подходит, и эти мысли вы просто пропускали мимо себя, не фокусируясь на них. Но все-таки те, кто сделал упражнение, увидел, что действительно негативных сосредотачиваний мыслей в итоге, в результате, действительно становится гораздо больше, нежели позитивных. И естественно, что если мы можем все наши мысли собрать и суммировать, которые мы за какой-то период времени выдаем, то мы увидим совершенно очевидные вещи. Мы увидим, что у нас есть маленькое ведрышко, где мы сосредотачиваемся на чем-то позитивном, и огромное, с которого все вываливается, которое преобладает в нашей жизни, это негатив. Что с этим делать? Ну, прежде всего, я вас поздравляю, если вы посмотрели это видео и задумались об этом, значит, вы один из тех немногих людей, которые теперь понимают, что действительно такая вещь существует, что действительно мы сами фокусируемся больше на негативе. Это означает лишь то, что в вашей жизни появляется такая интересная вещь, как осознанность. Теперь ваша задача не просто об этом знать, потому что сам факт знания ничего вам не дает. Ваша задача теперь всякий раз фокусироваться, как только вы говорите что-то негативное, или другие люди говорят, ваша задача фокусировать на этом свое внимание и понимать, ведь сейчас я снова добавляю в свою жизнь негатив, я так не хочу. Чем больше осознанности вы добавите в свою жизнь, тем чаще вы начнете себя ловить, а затем и в какие-то моменты научитесь притормаживать. То есть осознанность – это первый момент. Когда мы понимаем, что мы делаем что-то нехорошее, к примеру, это уже хорошо, потому что перед тем, как это сделать, у нас возникает такая мысль. Зачастую большинство людей творят разнообразные вещи, даже не задумываясь о том, что это плохо. Это говорит о том, что осознанности у нас нет. Поэтому первый момент – это мы фокусируемся, мы входим в состояние осознанности и пытаемся это ловить и останавливать себя. Второй момент, о котором я хочу вам сказать. Очень важно для себя осознать, что не наша с вами цель и задача решать проблемы других людей. В целом в мире вашем может быть такое желание сделать мир лучше, вот я сейчас с вами делюсь какими-то вещами, но я не хочу повлиять конкретно на какого-то человека, потому что не считаю себя тем человеком, который имеет право врываться в чужое пространство и каким-то образом заставить человека. Все, что я могу делать, это просто транслировать это какой-то определенной аудитории, а аудитория уже сама, да, конкретно вы принимаете решение, смотреть это или не смотреть. Хотите вы, чтобы это влияло на вашу жизнь, брать это в свою жизнь или нет? Это все фигня, то, что говорит эта девочка, я не буду никогда на нее больше смотреть. Вот поэтому ваша позиция в идеале для того, чтобы вы могли двигаться дальше, должна наконец-то перестать быть притянута к другим людям и к тому, что вы им должны что-то говорить, или вы вливаетесь в их жизнь, или вы пытаетесь решить их проблемы. Зачем? Зачем вы пытаетесь помочь другому человеку из благих побуждений, тем самым влияя на его жизнь и говоря ему, что ему нужно делать? Зачем? Не имеете права, не нужно вклиниваться, для того, чтобы не становиться часть негатива, не нужно вклиниваться в этот разговор, поддерживать его, да-да-да-да-да-да-да-да, не нужно пытаться человеку ни в коем случае сказать, что ты сейчас говоришь негативно, я тут послышала Ермилову, это можно один разочек как-нибудь так шуточку сказать и посмотреть, человек вообще на это реагирует или нет? Если он не реагирует, не надо насильно сейчас сажать свою маму и рассказывать ей о том, как она плохо думает, что это неправильно, потому что вы делаете тоже плохую вещь, вы тоже сажаете негатив. Человек, слушая вас, ему становится очень плохо, ему не хочется этого слушать, он на вас обижается, у него какие-то возрождаются мысли, что вот вы это делаете, потому что, может быть, вы ему завидуете, потому что вы не хотите его пожалеть, вы начинаете его убеждать, что нет, вы хотите пожалеть, и в итоге это всё опять билиберда. Просто примите тот факт, что у каждого человека есть своя жизнь, своё мнение, свои проблемы, вы можете человека поддержать, но вы не должны жить чьими-то чужими проблемами, вы не должны поддерживать, если кто-то говорит, что сейчас что-то плохо, поддерживать этот разговор. Вы не обязаны, если ваша подруга говорит, что у неё плохо с личной жизнью или ещё там в чём-то, тоже говорить, что у вас тоже плохо, потому что как только вы об этом говорите, вы моментально всё это в свою жизнь притягиваете и не можете вылезти из этой ямы, поэтому это тоже важно. Следующий момент, который очень хорошо работает, его советуют в разных, кстати, техниках, это юмор. Если вы находитесь в негативной ситуации, когда вы видите, что вам будут встать и уйти, а у вас там какая-то тема очень тяжёлая, шутите. Добавляйте шутки. Шутка может быть самая разная, может быть такая, что вы просто начнёте говорить таким тоном, и тем самым вы переключите волну негатива и выключите из неё сами. Это очень важный момент, уметь уходить из вот этой волны, которая вот таким вот штопором вас засасывает и может привести в вашу жизнь, затем впоследствии самые разные, не случайные случайности негативного рода. Не должно так быть, поэтому шутите, шутите, юморите, и как только вы сами себя логите на негативные мысли, обязательно скажите себе, например, «О, пробки, опять!» «Да, как тяжело стоять мне в пробках!» Конечно, сидеть в Порше в пробке очень сложно, не королевское это дело. Может быть, пошутите над собой как-нибудь, переключите, только чувствуете, что начинаете в чём-то опять себя давить, делать что-то негативное. Переключайте, шутите, смейтесь, стебите самого себя. Как только вы переключаетесь через юмор на эту волну, негативное от вас уходит, и вы не притягиваете новое. Это тоже хорошо. Ну и, наконец, давайте осознаем главное, то, что я повторяю себе каждый день. Научись думать о себе. И, прежде чем сказать о ком-то что-то негативное, войти в какую-то ситуацию или пытаться понять, как решить проблему глобального потепления, просто скажи, у тебя что, нет у других сейчас вопросов? Вот на данный момент это единственное, что тебя заботит, больше всё остальное у тебя классно. Когда начинаешь думать в этом моменте, всегда понимаешь, что начинать нужно с себя. Когда хочется кого-то покритиковать, подойди к зеркалу, скажи, ну, в общем, о мнении кто-то спрашивал, я неужели настолько идеально или идеален и настолько хорош? Неужели мне не о чем подумать о себе? Когда вы критикуете чужой бизнес, что я люблю делать, я всегда себе говорю, Ермилова, у тебя всё зашибись как круто, ты настолько хороша, что ты можешь себе позволить сидеть и в кого-то тыкать пальцами, и в этот момент мне не то чтобы становится стыдно, но я возвращаюсь в реальность и понимаю, что лучшее, что я могу делать, это улучшать свой собственный бизнес, работу своих собственных сотрудников, себя самой. Это очень возвращает на землю, повторюсь, и это не вызывает во мне негатива. А я очень хорошо знаю главное правило. Правило зеркала. Всё, что мы в зеркало корячим вслед своей рожице, все эти рожицы мы получаем в ответ. Посмотрите мультик про крошку енота, если вы забыли. Мне кажется, это самый умный мультик о самой серьёзной теме, о которой мы не придаём значения. Поэтому постарайтесь хотя бы те вещи, которые я сказала, ещё раз переслушать, записать и осознанно внедрить в свою жизнь. И вы увидите, что ваша жизнь начнёт меняться. Но вообще читайте литературу на эти темы, и я думаю, что шаг за шагом всё в вашей жизни будет становиться лучше и лучше. Ну и если я вдруг для вас явилась тем человеком, который впервые вас под эту тему или в эту тему втолкнул, подтолкнул, я очень рада. Значит, я тоже сделала сегодня что-то хорошее. Всем замечательного дня, друзья, и не забываем, что я буду рада вас видеть в своей программе «30 дней в ритме Ермиловой». Уж тогда-то мозг мы вам точно перестроим в более правильную сторону. Ну, если вы сами этого захотите. Всем хорошего дня, пока!